и доброго времени суток вы на просторах канала itch games и да я в общем-то условно вернулся но по факту еще нет вот на ваших экранах сейчас находится в общем-то игра шинегейм и да это браузер к и сразу говорю единственное что на канале сейчас если и будет появляться то пока что только она по той причине что все мои эти штуки и дрюки еще не разрешены все еще кто не в курсе можете посмотреть в группе вк в принципе канала и поискать еще видео о канале куда пропал itch games в общем-то одно из последних вот ну так уж получилось что те причины которые там озвучены они все еще не разрешены вот так что так и у меня даже во время записи через obs например даже браузер к притормаживает новые сами прекрасно видите так что это о чем-то да говорит вот на фоне сейчас музычка естественно не из браузерки это я из-за diablo 2 поскольку компания blizzard насколько я помню по правам вроде как никогда никому не прикапывалась по крайней мере не в видеоряде не в музычке вот так что решил хоть что-то поставить на фон собственно потому и они ну да ладно так перейдем сейчас по сути к игре я по ней уже два раза видео делал в общем то но это такое одно было там гайдом где получить по моему серебро или чет в таком ключе другое было в целом типа обзора не обзора ну сейчас уже будет отдельный плейлист под нее да прошу прощения у тех кто ожидал skyrim или чего-то крупного но пока что я тупо не потяну их снимать не хочу слишком уж сильно напрягать свою систему в несчастную вот недавно кстати пришлось и кулер на процессора менять то что на процессоре в итоге лопасть одна навернулась то есть у меня про компьютер когда после чистки и отвал этой лопасти гудел как трактор пришлось в общем то как рассказал менять для того чтобы хоть охлаждение более-менее нормально было и шум не такой дико ужасный ну да не суть все отвлекаясь отвлекаясь и так вернемся наконец к игре для тех кто не в курсе данная игра по аниме и манге блитч даже скорее больше по манге поскольку тут сюжетно она уходит значительно так дальше чем манга вот и концепция относительно простая собираем команду свою из персонажей проходим всякое разное сюжетку там развиваемся бьемся с другими персонажами и в общем-то занимаемся теми вещами как и во множестве других подобных браузерных игр и вроде я не знаю того же нельзя как там нельзя ворс или как она правильно называется я уж не помню но китайская неофициальная не знаю может быть по типу той же народа онлайн не путать нельзя ворс народа онлайн то я лично сейчас играю на немецком сервере европейском официальном от компании нам кубан дай кстати говоря это не левая игра вот а так то она та игра есть еще и в китае и там и английский и на английском языке сервер кстати открыли тоже недавно но на английский и не стал переходить разница в одиннадцатом или двенадцать часов слишком много на самом деле ну да не суть я все говорю да не о том уж извините пожалуйста давненько я не записывал очень давненько так вот как я уже сказал это по аниме и манге блич и чем я сейчас занимаюсь я по сути сейчас пытаюсь позаниматься обычной рутинкой ежедневной которая нужна собственно для развития вот в данный момент в окно клана например заглянул нашего ну или как гильдии тут называют по моему да ну да гильдия у меня сейчас первый вип аккаунт да я донатил первый взнос делал ну в идеале надо будет на четвертый вип хотя потихоньку где-нибудь за полгода я думаю наберу накоплю почему потому что сильно появится возможность автобоя на всяких ивентах а-ля убийство мирового босса и все такое и в целом жить станет полегче и поприятнее ну да ладно сейчас покажу свой состав команды например на текущий момент если кому вдруг интересно кто немножко разбирается тот поймет я пока что не знаю особо что по ней рассказать задавайте свои вопросы пожалуй в комментариях если вдруг найдут те кого заинтересует буду отвечать стараться также очень много информации вы можете найти на канале Вальгала я вот не помню как там дальше называется ну в общем у меня в друзьях каналах находится вот Алексей по моему его зовут он же Айболит в общем то в друзьях канала его канал можете найти там и по этой игре также у него очень много материалов и по скажите мне я скажу по Наруто онлайн и по фэйритейл рпг и в целом много еще всякого так что если что имейте ввиду ну да не суть так значит у меня состав команды сейчас собственно мой гг выбрал я себе шнигами мечника такого вот вот особо сейчас подробности вдаваться не буду кому интересно вот если что мои параметры есть как то отделение вкладки пвп пве я не знаю где тут переключать не суть а вот атрибут вот в пвп например далее танком у меня сейчас стоит чат причем потом буду я его скорее всего может до 90-го потом на старка может заменил или еще кого то такого или аж в самом конечном случае аж до ичигу до 110-го где ичигу именно в маске и танк поскольку ну чат неплохо да хотя на 70-м конечно саджин есть и он легко его заменяет улучшенная скажем так его версия ну это такое потом кто у меня еще идет рэнджи рэнджи у меня взят для ивентов убийство мирового босса убийство карателей поскольку у него умение его где оно тут к сожалению тут момент косяк один не на весь экран высвечивается к сожалению ну да ладно в общем он довольно много урона вносит именно по одиночной цели поэтому он хорош для ивентов именно на 50-м уровне в таверне он появляется руки руки опять же я ее взял для ивентов можно и в пвп в принципе использовать но я чисто на ивенте использую ее задача основная это заливать ярость ярость это энергия скажем так которая накапливается у персонажей и за счет которой они используют свое умение соответственно вызывает те или иные эффекты ну и плюс нанося просто больше урона чем обычно вот руки своим умением в общем-то штурмовикам атакующим персонажам вносят эту самую ярость со своего умения и они атакуют чаще как я уже сказал своим скиллом и вносят больше для ивентов очень хорошо потом еще на по моему семидесятом в таверне появится урахара урахару обязательно берите в любом случае он тоже заливает ярость и он золотого качества уже персонаж и его прям до конца игры можно будет использовать вот также у меня взято МОМО МОМО она для пвп для битв против других игроков суть в чем она своим умением умеется оглушать второй ряд противника а то бишь штурмовиков тех кто в основном вносит урон чем очень и очень хорошо главное ей именно скорость поднять как можно выше для того чтобы она в идеале первой ходила на вашем раунде в идеале еще и быстрее чем все персонажи противника и тогда полезность ее намного выше правда оглушение естественно не стопроцентное есть некоторая вероятность оглушить но в любом случае это лучше чем ничего и весьма и весьма полезно и за счет нее собственно многие битвы я уже выигрывал вот далее у меня идет персонаж за первое пополнение счета первое пополнение счета там буквально 100 золотых по моему хватает для того чтобы и вип получить первый ну и плюс в любом случае на любую сумму пополняете когда получаете вот рангику мацумото я ее использую опять же в пве по большей части сейчас то бишь на боссе на карателях это вечерний ивент там много всякого интересного к сожалению я его правда не засниму поскольку он поздновато и элементарно у меня на фоне будет много звука различного который не поспособствует снятию видео но суть там как в том же ниндзя ворс то бишь волны всяких мобов которых нужно убивать когда вы убиваете моба получаете награды там камни всякие которые дают различные характеристики серебро ну игровую валюту основную и еще всякие плюшки полезные вот у нее особенность в том что она себе сама повышает вероятность критического урона за счет чего может носить действительности этого самого урона достаточно много то есть в паре с рейнджей сейчас в принципе она неплохо атакует со временем когда-нибудь естественно я ее сменю но пока что она весьма неплохо справляется ну и так же вот у меня стоит сейчас на нао на нао это персонаж которого посложнее собрать там нужна какая-то определенная сумма золота я уж точно не помню для того чтобы вот два таких комплекта вещей собрать один там я не помню за 80 или за 90 золотых идет но цельно другой несколько подороже там по выходит по-моему там одинарно шмотки собираете именно скажем так часть доспеха и плюс еще оружие какое-то но все равно нормально если в доне то есть вот эта вещь нужна потом определенный уровень главного героя я уж точно не помню какой и нанять собственно чадо и тогда сможете получить при желании вот на нао она по сути что делает ну помимо того что такое усиливает в общем-то урон наносимый вторым рядом вашим то бишь штурмовиками то есть для ивентов опять же вполне неплохо ну и в основном составе она у меня тоже стоит хотя возможно стоит все-таки заменить на руки чтобы почаще мои персонажи в пвп ходили я не знаю пока думаю возможно и с меню ну посмотрим это что касается этого также я не знаю что еще посоветовать новичкам показать на начале как бы по развитию и прочее давайте для начала еще одну вещь покажу на первое вводное такое видео что познакомились я понятное дело не с самого начала сейчас уже вам показывать не с самого нуля создание персонажа ну так уж получилось не смысл идти на другой север показывать не шибко великий там при создании персонажа по сути ничего сверх интересного то есть вы выбираете одного из персонажей там есть три мужских три женских это вот такой вот как у меня мечник да с шенигами потом идет Квинси ну кто смотрел аниме мангу те понимают ну грубо говоря а-ля лучник такой и аранкар ну опять кто смотрел из них только аранкара наносит магический урон является эдаким магом тогда как и шенигами и Квинси это именно такие персонажи физического урона а умение у всех то есть в принципе если брать главного героя умение у всех их всего десять и по сути они все у всех одинаковые только что называются по разному и анимации разные так что в этом плане главные герои особо ничем не отличаются единственный момент аранкару прям на открытии сервера немножечко так полегче поскольку все таки у него урон магический хотя в идеале чтоб прям идеально начать играть и быть сразу в топе на сервере вам нужно чтоб на счету у вас было набралось 1800 сколько тут 1888 золото приобретайте вот эту штуку шенигами агент и получать вот такого вот персонажа себе бесплатно киринжи танжеро его очень многие даже на совсем поздних этапах там за сотые уровни все такое в принципе используют видел на роликах и все такое когда в игре сам разбирался и в принципе персонаж очень хорош для собственно pvp не говоря уже о том что как бы на старте эти сервера это гарантированный топ как я уже сказал там буквально сколько игроков себе приобретают вот там уже борьба именно среди таких будет у вас по сути так что если у вас есть лишние средства и вы можете себе собственно позволить то берете его если у вас совсем все хорошо со средствами то на два месяца донатите и навсегда получаете еще дофига всяких полезных эффектов которые ну прилично так облегчают некоторых аспектах продаваться не буду кто-то скажет продался и я рекомендую донатить браузерку совсем с ума сошел но нет я мне никто ничего не платил и все такое просто реально даю советы для тех в данном случае кто желает именно в топ выбиться гарантированно и у кого средства позволяет по факту можно в топ ну или по крайней мере около топе выбиться уже и без доната только нужно много времени и будет намного сложнее играть собственно так четвертый вип рекомендую даже если не сразу постепенно накопить там много полезных вещей как я уже сказал автопропуск боя на ивентах можно будет спокойно фоном ставить себе персонажи чтоб сам лупцевал там босса и все такое а вы в это время эти полчаса не втыкали в экран а занимались своими делами это так чисто советы для страдающих потому что у меня видео по данной игре будут рассчитаны как на донатеров так и на обычных игроков в основе своей все таки на обычных поскольку я себя с донатером не причисляю то что немножко смог внести и какие-то копейки с ютуба может буду подкидывать до четвертого опять-таки випа выше не стану то собственно так тем более что некоторых донат персонажей сделали бесплатными по сути есть возможность гарантированно их получить опять-таки так что тоже момент а что я сюда зашел то я же хотел вам таверну показать просто заговорился вот заходим в таверну собственно персонажей сейчас покажу которые у меня сейчас открыты и дам советы кого брать кого не брать значит на начальном этапе там в ходе обучения вам дадут немножко еще синие эктоплазмы для найма синих персонажей из вот этих советую вам брать для самого старта Курацучи Нему ну просто Нему она является лекарем ваш танк скажет спасибо и как я уже сказал на начальном этапе это весьма хорошо и касательно танков также вот и в принципе из первых персонажей фиолетовых тут смотрите есть чат Каин и Архимы Каина не советую брать да он может показаться неплохим он наносит в принципе более менее нормальные урона и все такое казалось бы но он очень быстро выдыхается то есть я не знаю Рацкинг есть такой ласплейщик по браузерным играм он тоже на этом сервере играет кстати говоря он конечно с Каином вроде как бегает по крайней мере в тех видео которые он делал по данной игре он там бегал с ним но не знаю его конечно решение но я никому не советую Каина и в принципе мало кто его советует лучше взять чада как танка если хотите именно играть через блок и крепкого такого хорошего парня и тем более если вы не донатер либо немножко подождать побегать там я не знаю может еще взять за синюю эктоплазму амаэду потому что стандартный ганзио все таки не шибко хорош зеленые качества которого в ходе обучения вам дадут хотя можно даже с ним доиграть до того либо если у вас немножко средства располагают и вы можете взять себе камни на уклонение достаточное количество то потом возьмете себе ячиру и первое время уровня может даже наверное до 80 где то может в этом районе покуда у всех проблемы будут с камнями меткости по крайней мере у большинства прям ячиру очень хорошо зайдет будет уворачиваться атака противника а когда выполняет уворот при обычной атаке например то противник в итоге пытается ее ударить промахивается ему ярость не дают вот ну и умение если нацелено опять таки на урон по танку а танк уворачивается то тоже пустую атака получается так что средства есть берите ячиру средств нету берите чада чад поэкономнее весьма неплохой хороший танк на начальном этапе я же говорю с ним можно по крайней мере уровня до 90 даже с ним смело бегать в плане лекаря можно так же еще как вариант взять орехимы чад скажет спасибо она естественно лучше чем нем ну потому что фиолетовая на нее и артефакты всякие и прочие штуки можно получше поставить будет но надо учитывать что все таки в принципе лекари только до определенного этапа тут вам будут помогать а потом они становятся в принципе бесполезны не считаю это разве что унахана и то унахана нужна только для прохождения там одной штуки которая у меня пока закрыта поскольку унахана лечит и танка и штурмовиков то есть ни одного персонажа но это отдельная история как открою и если возьму ее тогда о ней поговорим пока что мы немножко обсудим тех персонажей которые в принципе все игроки могут спокойно получить в таверне вот далее на уровне блин а вот на каком на 50 по моему это открывается да возможности именно найма отсюда вот здесь собственно у нас и чиру как я уже сказал танк такой с воротами всем таким рейнджи рейнджи обязательно берите для фарма босса и ивентов в принципе он наверное и в обычном строю более менее неплох вроде как ну это такое я его именно на ивентах только использую вот ну у меня понятное дело есть просто кем играть а кстати я еще персонажа не получить не показал вам кажется да тут же ичига у меня еще золотой золотого ичига дают на седьмой день игры ваш бесплатно он атакует второй ряд противника именно с умения довольно неплох но на определенном этапе вы его рано или поздно смените на кого-то получше вот а так а поначалу весьма неплох для пвп больше потому что в пве все таки использую хотя если у вас будет возможность то взять кого-то получше для пве естественно вы возьмете кого-то а так и в принципе и он неплох так вот далее так же как ичигу лиза бьет по второму ряду противников со своего умения то бишь по штурмовикам по атакующим она сама является атакующим в принципе для пвп неплохо поначалу но если есть ичигу и вы играете формацией формацией ну строем где у вас как бы говоря если будет один помощник какой-то три атакующих ну три с учетом вашего героя ваш главный герой он всегда атакующий вы не можете его перестать на другой позиции ну и собственно один танк потому что танк здесь задуман только один то как бы один три один да формация если такая то можно взять например ичигу главного героя ему поставить там умение которое бьет например по второму ряду противника в том что это умение достаточно рано открывается их там по факту два одно с уроном больше связано другое дополнительно защиту дает не суть пока что об этом не будем даваться подробности слишком сильно вот и например лизу то да неплохо будет в пвп именно в битве против других игроков поскольку ну вы будете сносить атакующую основную силу а когда она снесена останется расковырять собственно танка да поддержка вообще быстро без этого всего сляжет так что в принципе она неплохо да но надолго ли ее хватит я не уверен то есть я играю в формате 2 2 поддержки 2 штурма и 1 танк и вполне неплохо себя чувствую на самом деле плюс ко всему опять же MOMO если 1-3-1 она если быстрая то как бы просто сами понимать если все сосредоточены тут а вот эта вот девочка она просто возьмет если вдруг оглушит их и они все 3 бесполезны у вас не остается атакующей силы а так у меня тут по сути 2 мага то есть задних рядов их в принципе на начальном этапе тем более никто не атакует ну не считая донатного керенджа с агента но это отдельная история все таки донатный персонаж он на той и донатный там выборочным по двум целям лупит если даже не по всем и у него еще дофига там по умению всяких плюшек ну он очень хорош в начальном этапе чего уж тут скажешь а так если без всего этого рассматривать на уровне обычных игроков без доната то как бы такое далее руки которые у меня взяты для пве обязательно я считаю все таки пожалуй для фарма вообще не донатным игрокам лучше рассчитывать именно на пве больше как по мне то есть чем больше вы будете зарабатывать серебра тем больше вы сможете именно развиваться за счет собственно этого самого серебра вот и естественно взял далее на каком там уровне тут собственно написано на семидесятом семидесятый уровень до него мне еще не скоро вроде как ну относительно но тут быстро пробегусь танка брать стоит либо того либо того вот есть синди танк есть саджин саджин это я точно знаю что улучшенная версия чада то есть тоже блоки но больше здоровья толстенький такой крепкий такой вот эм кто он лис наверное я не знаю или как назвать пёсики пёсики тебе нужны пёсики пёсиков не хочешь ну типа того вот эм ну кстати в манге он по моему человеком уже стал обратно он типа оборотня какого то я не помню уж точно мангу в принципе не читал так некоторые вещи урывками знаю а поскольку манга давно ушла далеко за аниме анимеш сколько лет назад уже под закруглили ну что поделаешь будем надеяться что все таки продолжит как наруто окончат тем более блич манга скоро кончится либо вот в айзарт синди у него по уме ничего он делает в принципе я кстати не читал никогда так атака отряда противника отряда значит он по всем лупит получается коэффициент усиления ну маленький урон а учитывая зампак там еще меньше будет усиление собственного эм блока на 35 пациентов и силы атаки на 15 а стоп он как раз ее блок увеличивает окей так не понял а ты что камамура делаешь ну его камамура садзин садзин так коэффициент усиления 140 пациентов бьет посильнее а вот она в чем разница он себе защиту увеличивает именно защиту да то есть и от магии и от физического урона за счет этого меньше получает но при этом блок зависит тогда будет от вашего снаряжения получается строго и от камушков одетых а он именно за счет блока выиграет ну в общем либо того либо того можете сменить и меча да я по сам чуть чуть поразбирал сейчас вот и тут также еще три персонажика есть интересные полезные для пве заменять оранжи кенсеем обязательно или нет наверное все таки обязательно если хотите фармить больше и лучше урон выше артефакты можно будет более хорошие поставить поскольку все таки это уже золотой персонаж ну в общем чего объяснять персонаж лучше лупит по одной цели урона выдает много считаете у него атака первого ряда противника эффициент усиления 210 процентов да еще потом и силу атаки себе повысить на три раунда на 16 процентов то есть еще больше урона будет вот три раунда последующих в общем весьма хороший именно для фарма для заработка вот далее идут халибл улучшенная версия маму собственно также оглушает второй ряд противника плюс ко всему еще снижает ярость штурмовикам соответственно мешает им использовать свои умения даже если не оглушит то по крайней мере помешает им вас как-то долбануть в общем выигрышную ситуацию вам делает и также юройчи в принципе то же самое только работает с третьим рядом с помощниками если игра идет через помощников у противника то будет выигрышная ситуация как вариант если хотите играть через контроль то в пвп обе эти девочки весьма неплохо сыграют это если играть через контроль как-то так еще тут есть кстати в плане набора персонажей а у меня ладно потом заберу еще кстати в плане набора персонажей есть такая штука как особые боевые силы по моему с 50 уровня появляется возможность набирать монетки для них в общем то вот тут тоже персонажи есть их получаете собирая вот карточки на персонажа там набирая и потом берете персонажа вот тут на начальном этапе в самом первом у вас открывается Шинс Забимару Рейнджи его потом можно улучшить до вот такого ну по сути Рейнджи в Банкайе и немножко погодя может и пораньше Рейнджи открываться я честно говоря не помню когда что именно но потом еще Грим Джоу всем советую собирать именно Грим Джоу даже без первого випа ну а первые випы это вообще немножко надо первым випом потом улучшите его до пантеры он атакует одну цель вносит уйму урона просто и в принципе он для фарма прям идеален то есть его прям топ игроки используют у кого тем более донатных нет для ивента в персонажей прям гарантированно используют очень хороший персонаж Рейнджи никому не советую может быть на начальном этапе он что-то и может но потом все его заменяют сразу говорю единственный вариант его брать это вот я вот не помню где это окошко точно вот тут в коллекции для того чтобы хотя я не уверен что там именно вот этот потому что этот золотой для того чтобы вот этот зампакт получить что такое зампакт то в другом виде уже поговорю и так это очень долгое кстати выходит сейчас уже буду закругляться да не смотрите что столько золота по факту я где-то да не то 300 не то 400 золота брал ну там с бонусами плюс на открытии сервера там еще был ивент стопроцентный возврат поэтому получил два раза больше плюс бесплатно 90 золота дают первые три дня ну в сумме там по 30 золота каждый день три дня подряд поэтому и набралось столько а так то у меня меньше было ну плюс еще за достижение пара штук давали так вот суть в этом окошке кстати оно по моему всегда легендарная галерея есть собираете нужных персонажей главное чтобы они у вас были наняты а не так что нанял и сразу удалил я из-за этого собственно пару штучек наград упустил ну да не суть в общем собирайте и согину катавари можно вот тут получить весьма неплохой зампакт у нас сейчас топ-1 сервера с таким бегает урона дает довольно много для ивентов весьма неплохо в принципе а тут еще есть возможность получить крайне хорошего персонажа его очень сложно достать геншинсо донат на поддержку также можно бесплатно его получить но для этого вам понадобится а вот тут как раз понадобится оттуда из где я собирал за карточки показывал да это все таки ражные ренджи тогда покажу чуть погоди а где того брать вот тут соул за бимару ренджи его собрать реально за карточки гамудзе на лту ее тоже там же за карточки собираете обычную потом улучшаете до гамудзе за раки вот где именно вот этот за раки точно не уверен надо смотреть либо с таверны там точно есть за раки либо после за раки тут три вида я точно не уверен какой именно этот я три как минимум знаю надо смотреть но за раки вроде как тоже не проблема взять и как вот этот и как у не обычный этот и как у он идет покажу вам где его брать вот его сложно получить большой вопрос потому что он весьма дорогой и также я вам то генрюса и шикигуни раньше этот был персонаж нереален чтобы достать необычных игроков поскольку он донатный но по моему с 70 или 75 уровня открывает выращивание душ и через 30 дней если делать каждый день выращивание и по максимуму туда кидать серебро брать бесплатную донатную попытку все такое то за месяц накапливайте 10 тысяч очков там и бесплатно можете взять как собственно яма джи яма мото собственно так и там еще есть бывший донатный персонаж в принципе сейчас за донат можно его брать в ивентах это красавица арихимы то есть два очень хороших донатных персонажа и бесплатно можно брать то есть сделали такое обновление в свое время и очень хорошо так что вот его реально получить касательно этого и как вот тут битва союзов вкладка да вот он находится вот тут в наградах да вот этого именно имеется ввиду за 300 как это что это соглашений соглашение либо покупайте за золото получается но иного способа я не видел их где брать как бы цены сами видите одно соглашение 100 золото ну 10 соглашений там маленькая скидка получается за 950 вот сами можете почитать для найма этого икаку нужно 300 таких штучек для найма этого гина шинсо вообще нужно 500 соглашений но персонаж очень хороший прям у него и параметр хороший и умение лупит как бы вот что он делает такой у всех противников коэффициент роста то есть усиление у него сумение атаки это не простая атака именно сумение 120 процентов вероятность головокружения то есть он оглушение может повесить на второй ряд и на третий ряд противника то есть на магов и атакующих персонажей на два раунда оглушить это очень хорошо считать контроль какой от одного персонажа плюс он еще и собственную ярость увеличивает то есть гарантированно после того как набрал это умение каждый раунд будет бить умением именно соответственно каждый раунд может вероятность оглушить плюс ко всему еще и всем союзникам 25 ярости будет давать то есть если есть например еще один персонаж который будет столько же давать то а уж тем более каждый ход давать ярость будет то это вообще гарантированно там очень мощный помощник в общем кратко вот но как я уже сказал то есть основная сложность наборе там насколько я помню получается именно взять этого икаку потому что 300 то есть даже если 950 ну грубо округлю до 1000 чтобы проще было считайте сотня это 100 100 100 таких 30 тысяч золота надо это громадная сумма очень громадная да то есть я не знаю кто-то может быть и может тебе это позволить я точно не могу так что к сожалению этого персонажа вряд ли получу ну есть вариант конечно если он будет там выведите специально где затрату энергии но это нужно заранее знать как-то что он там будет и копить месяца два в общем не буду опять-таки вдаваться подробности в эти но в общем к сожалению вот так но в целом неплохо а так не тратьте не убирать прежде времени ганзю и вот и руку бесплатного которых вам дадут лучше берите наградки а то вот будете какие прослёте да и не получите к сожалению наградки тут ну не то чтобы сверх хороший но например золотая эктоплазма она относительно дорогая но золотых персонажей вам лишнее будет опять же серебро камушки духов которые за донат берутся для лучших персонажей неплохо тоже вот тут что у нас это кто обычные динставерны я помню что там такой есть так тут вроде никого не просрал то есть по сути я получается в этой вкладке только одного просрал да окей а тут быстро сам смотрю ну и чтоб вы видели вот тут тоже танки фининки амаэда и вот этот танганзю и этого вот эту наградку тоже профукал ну что поделаешь ладно ээээ я профукал тем кто посмотрит видео если раньше ээээ того будет и не успел еще их удалить то собственно заберете отсюда наградку оно никуда не убежит вот касательно того рейнджа который нужен за подучение зомбак вот там реально уже взять здесь есть такая штучка еще кстати в принципе регулярно на нее заглядывать так или иначе советует где-то 3 раза в день она по моему обновляется черный рынок Здесь, в общем-то, из-за серебра товары есть всякие полезные Иной раз можно в плюс даже выйти Тут покупаете свитки умений за маленькую сумму И даже если просто их перепродать, то больше серебра получите Ну, а в целом, вот тут всякое бывает И в том числе здесь есть три Так-то они, в принципе, так или иначе на ивентах недорогими считаются Три донатных персонажа Тёмные руки, поддержка весьма хорошая на самом деле Я вот даже от неё бы не отказался Кстати говоря, по одной из двух тактик моих развития Именно дальнейшем у меня прям есть, кого хочу собирать Учитывая, что я не донатер, всё такое Ну, об этом как-нибудь потом В общем, тёмные руки, а тут есть персонаж, поддержка Потом атакующий по всем противникам Синзи Не вот такой, как в таверне Вайзард А когда он был кем-то, он, по-моему, был капитаном, да? Какого-то из отрядов В общем-то, такой Синзи Он бьёт по всем, айболит до сих пор с ним бегает Но он у него раскачанный, поэтому он у него хороший Так-то не топовый, но неплох Синзи, в принципе, мне для усиления Ямамото пригодился бы Там у них взаимодействие есть именно Связь, скажем так И также ещё здесь как раз тот самый Рэнджи В Банкай, вот, в общем-то Так-то он вроде как не шибко тоже хорош Он может получше, чем тот Шинзи Бимару Но Тоже такое, знаете Его именно, если брать, то как по мне Для открытия, собственно, того зампакта Но если чё, вот Три таких донатных персонажей Здесь их очень дешево можно взять Буквально Каждый из них стоит 500 золота То есть с первых платежей Особенно если с бонусами А ещё если подгадать ивент 100% возврат, так или иначе Тут бывает время от времени То прям идеально Берёте Не как я, я чуть-чуть подпросрал Получается золото Взял себе мешки с камушками Хотя, как сказать, просрал Всё равно полезно Но вообще золото не советую тратить на то На камни тратите купоны Купоны бесплатно можно получать Это альтернатива золоту Ну, не все продают товары Можно прям за купоны брать, к сожалению То есть вот захотел бы этот взять Но тут только за золото, к сожалению Ну, это я как пример щёлкнул Соответственно, и персонажей Тех не взять за купоны Ну, а так То есть берите смело Синди очень хорош Тоже по всем лупит Как я уже сказал Вот Лёша Айболит Он вообще с ними С ним до сих пор бегает Так что Вполне хороший вариант Куда потратить именно донат Если уж Вы таки решили задонатить Как я уже сказал Купоны же Ещё последнее, что покажу Для новичков первостепенно Купоны поначалу Тем более Вам много будет отсыпать За всякие там Достижения и прочее И прочее Не тратьте их По пусту Купоны На что лучше тратить Вот тут есть Нет, не тут Ладно, сейчас Кликну быстро Чтоб потом не забыть Лучше своего Кона Питомца Так вот Вот здесь есть Магазин собственно Донатный, да Тут смотрите Вкладки несколько Здесь камни духов По отдельности Продаются Вплоть до четвёртого уровня Но я советую вам Именно брать Копить Ааа 880 Купонов По-моему, да Да, вот Я не знаю Тут скидка это вечная Или нет Если что Может её когда-то И уберут И станет дороже Ну, даже если так В любом случае 880 Купончиков Купите И берёте Вот этот набор Камней Здесь Каждого Камня По одной штуке Четвёртого Уровня И Ключевое Здесь ещё Стоп Ну, да Тут оно было Здесь ещё Есть Камушек Только В списке Чё-то я не вижу Странно Или он в списке Не отмечается Я точно не уверен Но должен быть В любом случае Я два раза брал И там было Так или иначе Камень Именно Увеличение Вашей ярости Персонажей Это пригодится Для того Чтоб в итоге Собрать Камни ярости Чтоб Фу ты Заговариваюсь Короче Чтоб персонаж В первом же раунде Мог с умения Своего Походить Если вы Например Покидаете Таких камушков На каких-то персонажей Да Там своих Плюс Например Кинете Достаточно Для того Чтоб В первом же раунде Какой-нибудь Там Урахара Я не знаю Тёмные руки Или обычные руки С обычной Навряд ли К тому моменту Как накопите Будете бегать Или ещё Кто-нибудь Нелту Тоже Которая Отсюда Умеет Ярость давать Собственно Маленькая Нел И потом Она станет Гамудзо Вот такой Она же тоже Ярость Своё умение Дает В общем Суть в чём Грубо говоря Даже через одного Персонажа Ну и Распределение Грамотно этих Камней И достаточное Количество Можно делать так Чтобы у вас Добрая Половина Персонажей В первом же Раунде Била Если Какой-нибудь Ямамото С выращивания Душ Ну или Хотя бы Синзи Будет В первом же Раунде Лупить Со своего Умения Да Достаточно Сильно То Можно унести Сразу Очень много Урона Особенно Там Если Будет Быстрее А то И снизить Уже Сразу Со Старта Часть Противника Его Команды В общем Всё это Это уже вопрос Далёкой игры И тактик Но как бы Просто так Докупать Тратить Купончики На Обычные камни Не советую Можно Конечно Но это Когда вы Можете себе Это уже Позволить Либо Как вариант Копите И есть Специальные Ивенты Аля Там Что-то там С вайзардами Связано Атака вайзардов Или как-то так Там За Срату Купонов Вам идёт Возврат Какой-то суммы Купонов Плюс Ещё Наградки С камнями И прочее Или копить И тратить Во время Того Ивента Тоже Крайне Хороший Вариант То есть Можно Так Можно Так Ну Естественно Вы тогда По камушкам Можете Отставать Если Конечно Вы не Сверх В топе И не Сносите На Ивенте Карать Или Всякое Вот Видео Вышло Очень Большим Честно Говоря Так что Я без Понятия Чё Как там Выйдет Сколько Оно Времени Будет Заливаться Ну да Ладно Так Вот И не туда Зашел Последнее Что хочу Показать Чтоб Не быть Голословным По Боевой Мощи Да Меня Сместили Вчера Был на Девятом Месте Ну это Потому Что Я естественно Ночью Не играл Ночью Не развивался В принципе Сейчас Обгоню Должен Кенжи Обогнать Сейчас Я вот Мой ник В игре На этом Сервере Нарываки Собственно Вот он Сейчас Помочь Я тут На десятом Месте А на Аренке Ну меня Скорее всего Тоже Скинули Стопоцентно Ну да Тоже На десятое Скинули Оу Тут даже Незнакомый Минник Есть Интересно Надо будет Пробовать Подразвиваться Пробовать Все такое Вот Не суть В общем-то Тут я тоже Пока что В топе Но меня Скинут Потому что Тут я стопроцентно Знаю Тем более Учитывая Что Я планирую Делать Как развиваться Мне нужно Подкопить Серебра Чтобы гарантированно Деда Того Донатного Подсобирать Все-таки Там два Варианта Там Красавица Орехимы Нужна для Более Хорошего Фарма Чтоб Увеличить Урон На боссе И карателях Там У нее Свои Приколы Подробно Слишком Даваться Не буду Но Очень Хороший Персонаж Для Фарма А где Для ПВП Ну и Тоже Урон По всем Вносит Он Поможет В принципе И в прохождении Всякого Опять же В идеале И того И того Персонажа Надо будет Брать Скорее Сего Это Потом Вот Ладно В любом Случае Буду Заканчивать Дано Не записывал Видео Получилось Объемным Ну Надеюсь Кому Это Дело Все Понравится И Пригодится Вот Ссылочка На Игру Будет В Описании Если Я Не Забуду Ну А Если Забуду Как Б Портал Esprit Games Есть Такой Я На Нем Играю Сервер Какой У меня Сервер Кстати Разделитель Миров Вот S23 Я Играю На Нем Только Гильдия Абстракт В Союзе Шинегами Вот Правда Я Не Глава Гильдии Я Тут Если Меня Не Сместили Не Вкладами Да Нет Я Все Еще Офицер Что Хорошо На Сам Для Меня Не Суть Вот Только Я Не Глава И Пока Что Мест Гильдии К сожалению Нет Но Тут Уж Ничего Не Подел В любом Случа Если Что Вы В курсе Где Меня Найти В Игре Где Играю Теперь Порталы Спредгейм Сыграши Нигейм Ссылочка Возможно Будет В описании Под Видео Если Захотите Можете Переходить Играть Вот На этом Все Как часто Будут Видео По игре Я Точно Не Уверен Будем Смотреть По Спросу По Вашему Интересу И Потому Как У Меня Будет Возможность Собственно Если Что Вот Ну Пока Что Только Она Скорее Сего К Сожалению Уж Как Я Уже Сказал Извиняйте Другое Тупо Не Потяну Сейчас На этом Все С вами Был Антон Или же Просто Ичи Вы Блин на просторах Канала Ичи Геймсы Всех Вам Благ Удачи Пока